И когда человек приходит к власти, если он не вырабатывает в себе желание заботиться о людях, а вот здесь работает опять такая вилка. То есть у каждого человека, который стремится к власти, есть желание подчинить себе людей и желание заботиться о них. Это два желания, противоположных в одной и той же Личности всегда есть. Если человек стремится к власти, у него обязательно, Бог ему даст желание заботиться о них. Обязательно. Это закон. Вам не душно? Нормально всё? Хорошо, да? Вот. И здесь надо за собой следить. Если ты чувствуешь, хочешь людям доказать своё, хочешь их поставить на место, они уже задолбали там, какие-то все, то тогда ты лишишься власти. Потому что власти не лишится только тот человек, который терпит людей. Вот маленький ребёнок, допустим, тебя задолбал. Ты что, его вышвырнешь на улицу, что ли? Почему ты его не вышвыриваешь? Почему маленьких детей никто не вышвыривает на улицу? Почему? Улыбаемся. Почему? Любовь. Потому что Бог защитил ребёнка своей силой. Вы не сможете, даже если сильно захотите, своё желание эксплуатировать ребёнка, сделать сильнее желание заботиться о нём. Человек физически не способен на это. Потому что Бог защищает так ребёнка. Он просто не даст вам отказаться от этого ребёнка. Просто не даст. Потому что Он заставляет вас любить Его. Заставляет Бог. Такова защита детей у Бога. А вот заставлять любить подчинённых Бог не будет. Потому что это зона нашего роста. Мы должны научиться это сами. Бог не учит нас любить детей. Он просто даёт любовь и всё. А вот любить подчинённых, Он будет вас учить. И это означает, что Он вам не даст такую любовь изначально. Нужно учиться, помогать людям, заботиться. Если твой подчинённый заболел, иди к нему домой, спроси. Как тебе помочь? Или просто скажи, я тебе помогу. Не волнуйся. У тебя будет зарплата, пока болеешь. Мы тебе найдём врача. И он потом придёт на работу, и он никогда не забудет этого. Никогда в жизни не будет тебя уважать. И один начальник пришёл ко мне и говорит, вот у меня проблема. Я, когда людям много зарплату даю, они начинают жадными становиться. И наглеют просто так, жёстко себя ведут. Ещё больше денег отят, просто жесть какая-то. Когда я их урезаю, они теряют энтузиазм и работают. Говорят, что делать? Я говорю, ваше мышление находится в зоне эксплуатации людей. А надо просто научиться думать о их благе. И тогда они перестанут думать о том, как из вас выкачат деньги. Вы перестаёте думать о том, как из них выкачат деньги. Они перестают думать, как из вас выкачат деньги. И одного человека спросил, говорю, почему ты здесь работаешь? Зарплата невысокая. Он говорит, потому что я здесь чувствую себя защищённым. Мне всегда помогают. У меня хороший коллектив. Вот эта дружба в коллективе, уважение к этому предприятию. Всё это идёт от желания заботиться о подчинённых, от начальника. Если начальник так себя не ведёт, всё разрушается, вся атмосфера, вся следа. Люди демотивированными становятся. Им неприятно там находиться. Не хотят они там находиться.